Здравствуйте! Вот мечта человечества разглядеть чёрную дыру сбылась. Значит, получили радиосигнал от какой-то чёрной дыры, и, значит, этот радиосигнал, вернее, не от самой чёрной дыры, а от диска акреции, вещества, которые падают в чёрную дыру. И компьютер восстановил по вот этому радиосигналу её изображение. Есть, например, сейсмические волны, которые в Земле преломляются, отражаются, их регистрируют, и компьютер восстанавливает вот так вот изображение внутренности нашей планеты. Вы идёте, например, к врачу, вам делают, как это называется, томографию. Томография бывает рентгеновская, бывает вот это радиочастотная, ядерный магнитный резонанс, магнитный резонанс её называют. И опять тоже, значит, компьютер по вот этому полученному сигналу восстанавливает изображение. Есть у нас микроскопия. Ну, есть просто микроскопия. Гук придумал, да? Микроскоп берёте, смотрите туда в микроскоп, он увеличивает. Но тут есть своя тонкость. Микроскоп увеличивает, увеличивает, но разглядеть чего-нибудь существенно меньшей длины волны невозможно. Просто длина волны – это размеры локализации вот тех квантов света, которыми вы ощупываете объект. Если этот объект у вас там, так сказать, имеет несколько микрон в размере, да, вы его ощупаете, как там разглядите, и всё. Электронная микроскопия есть. Придумали её в 30-е годы в Германии, когда там Гитлер был у власти, кстати говоря. Тут дело другое. Тут придёт поток электронов, а это уже тоже волны. Там тоже есть оптика, вот эта вот электронно-лучевая оптика. А у них длина волны гораздо короче, поэтому вы можете разглядеть объект ещё лучше. Но тут, правда, есть своя беда, что эти электроны могут разрушить этот объект, который вы изучаете. Ну, какую-нибудь молекулу там, например, органическую или ещё что-то. Как выйти из этого положения? Есть ещё один способ. Можно эту молекулу ощупывать потоком ультрахолодных нейтронов. Они летят, ультрахолодные нейтроны, рассеиваются на молекуле, и тоже компьютер строит в её вот это изображение, как они рассеялись, эти ультрахолодные нейтроны. Вот. Ну, эту молекулку, там вот они атомы, где находятся атомы внутри, это как-нибудь органические молекулы. Так вот молекулы белков исследуют, ну, такого рода вот молекулы. А вот хочется ещё что-нибудь вообще внутри атома бы забраться. И вот внутри атома забраться придумали. Тут тоже без компьютера не обойтись совершенно. Называется атомно-силовая микроскопия. Я бы так сказал. Это вот представляете себе. Вот есть поверхность объекта, да, а вы над ней ведёте, это называется, кантилевер. Или кантилевер, ну, щуп, короче говоря. А вот между этим щупом и поверхностью возникает атомная сила. Ну, понятно, что вот это вот, тут никакой силы я не почувствую. Это что-нибудь совсем махонькое. Совсем махонькая иголочка, которую там под микроскопом-то не разглядишь. И вот эта махонькая иголочка, лёгонькая махонькая. Чтобы не было тепловых колебаний, она охлаждена. Её охлаждают там чем-нибудь. Я не знаю чем. Может быть азотом, может быть жидким гелием. Она холодная, холодная, совсем не трясётся. И вот найдёт над поверхностью. А в поверхности там, значит, соответственно, рельеф у поверхности. Рельеф атомный. И даже более того, рельеф электронных облаков, которые входят в состав атома, которые между отдельными атомными, эти электронные облака. И вот она идёт, её где-то членее притягивает, где-то слабее, где-то даже отталкивает. Ну, как поймать это отталкивание? Для этого существует оптика. Существуют для этого очень чувствительные методы. Называется интерференция. Вот интерферометр. Значит, там на этом кантилевере, там где-нибудь он связан с каким-то отражающим поверхностью. Падает лучик лазера. Вот построили вы, значит, как это называется-то? Резонатор. Построили, не резонатор, это лучше сказать интерферометр. Два лучика у вас интерферируют, и вы, соответственно, таким образом можете очень точные измерения проводить. Измерения, которые вообще вот на уровне размеров атома ловятся. Да? Вот это вот. Ну, лишь бы вот было как... И вот он, этот атомно-силовой микроскоп, то он позволяет всё ощупать. И вот недавно пришло сообщение в городке Аламоутс. Я знаю по нему только потому, что моя одноклассница вышла замуж и с офицером Советской Армии, мужем своим, жила где-то в военном городке около города Аламоутс. И вот в этом маленьком городке Аламоутс, это не Прага, это не что-нибудь такое, это не Пльзень. Это маленький Аламоутс, и там есть свой университет, и в этом университете вот такие уникальные работы ведутся. И вот они сумели прощупать атом. Знаете, вот врачи называют пальпацией, да, такой классический врач, который всё понимает у вас внутри, он щупает. Вот есть такие выдающиеся врачи, но я ещё их застал. Они вот так всё внутри прощупывают у человека, всё знают, где какой вот. Ага, это у вас вот что-то увеличено, так. Не вот что-то увеличено, он там ещё расщупает как, да. Так вот это то же самое. Ощупали атом. Пальпация, да, Аламоутская пальпация атома. Только не пальцем они, конечно, а вот этим атомно-силовым микроскопом. А компьютер уж там строит вот это изображение этих облаков, всё нормально. Вот такая вот история. Это мощная на самом деле вещь. Что значит это? Какая это самая вещь? Это сращивание методов регистрации каких-то физических явлений, физических полей и математических. методов, методов обработки. Нужно вам сказать, что вот эта вся кухня появилась когда-то в недрах экспериментальной ядерной физики. Я физик-экспериментатор, ядерщик причём. А кухня была такая. Вот спрашивают, как вы физики-экспериментаторы, ядерщики, изучаете вот эти вот частицы. Вот вы их бросаете на мишень, бьёте по атомам мишени, по их атомным ядрам, бьёте там протонами. Бабах, что-то там отлетает, что-то разлетается. Они объясняют. Это вот как будто берёте в будильник, бьёте им об бетонную стену. На стене остаётся царапины от разлетевшихся фрагментов будильника. И вот по рисунку этих царапин вы восстанавливаете строение будильника, этого конструкцию будильника. Вот именно так вот физики-экспериментаторы восстанавливали структуру атомного ядра. Причём неплохо восстановили. В конце концов появилась так называемая модель ядерных оболочек атомного ядра, которая позволила предсказать, что при достаточно больших атомных номерах, то есть там где-то далеко-далеко за Ураном, тяжелее Урана, будут появляться стабильные ядра. Представляете, как ядра стабильные? И уже это, в общем-то говоря, подтвердилось. Появляются уже ядра, которые живут патологически долго для тех мест. Эта мечта была Георгия Флёрова, нашего великого учёного, того самого, который открыл спонтанное деление ядер Урана. Так вот, это всё такого рода методы решения обратных задач появились там. А теперь вот дошли они даже к антилеверам, до прощупывания атомов. Пальпация атомов. Вы представляете, как здорово. Ну вот, а по этому поводу, да, вы уж поддержите меня, пожалуйста, материально. Внизу для поддержки есть у меня номер Сбербанкской карточки, номер счёта Сбербанки. Есть PayPal, Kiwi кошелёк, кошелёк ВКонтакте, YouMoney, ну, всякие такие вот вещи. И вот уж не побрезгуйте, поддержите меня. Некоторые говорят, ну, противнослужишь, как он просит. Ну, а мне как противно просить, вы не представляете. Но деньги нужны, сам бы ел, да денег надо. Вот такие дела. Так что не забудьте поддержать меня материально. Внизу все, у которых реквизиты есть. А тем, кто поддерживает, большое спасибо. Всех вам благ. До свидания.